Не то время Аким Карагандинской области запретил в следующем году проводить всякие юбилейные торжества. На заседании, где были подведены итоги социально-экономического развития региона, Нурмухаммед Абдибеков призвал беречь каждую копейку. Подробности в нашем следующем материале. На 2016 год прошу умерить аппетиты всех по проведению различных тоев, юбилеев и других мероприятий. Не то время. По словам главы региона, последнее событие, которое будет проведено в Карагандинской области, это 200-летие Татимбета. На заседании, на котором были подведены итоги социально-экономического развития области, Аким региона попросил прекратить инициирование всяких переименований во избежание дополнительных расходов. Но Нурмухаммед Абдибеков призвал чиновников объяснять людям, что сейчас не то время. А то на работе находишься и начинается, то там какой-то батер, там сколько-то лет, то там батер, еще надо доказать его роль в истории, значимость его для этого. Нет, вот там куча родственников найдется и начинает вытаскивать. Мало того, начинают инициировать там, давайте и тому имя присвоим к школе, улице, населенному пункту и так далее. Абсолютно абстрагируясь от того, что за этим следует еще и масса финансовых затрат. Сегодня экономика страны функционирует в напряженном режиме. И, как показывают прогнозы, скорого улучшения не будет. Но, по словам Акима Карагандинской области, некоторые руководители в это время страдают головокружением от прежних успехов. У некоторых наших коллег какое-то продолжается головокружение от этого, как будто находится в тучных годах. Вот несколько раз говорил, приезжаешь в регион, понятно, это вчера, может быть, проходило и можно было так вести себя. Сегодня, говорим на каждом совещании, каждую копейку берегите или каждой тенге, да? Нет, непонятные какие-то там проекты закручивают, потом нас делают заложниками, принятых самими решений, из иллюзии, которые они сами себе нарисовали. Предстоящие трудности подтвердила и руководитель Управления экономики и финансов Ольга Чернявская. По ее словам, идет уменьшение субвенции на 17 миллиардов тенге или на 52%. В связи с этим Аким области заявил, что расходы будут сокращены практически по всем направлениям. На следующий год, еще раз повторяю, он будет непростой, поэтому все резервы свои не распыляйте, а концентрируйте. Потому что на второе полугодие следующего года, как будет ситуация, еще посмотрим. Несмотря на кризис, Акимат в первую очередь ставит перед собой задачу выполнить все социальные обязательства. Закрыть все вопросы, обеспечить финансированием выполнение наших социальных обязательств. То есть и заработная плата, коммунальные услуги, то, что связано с пенсионной отчислением и прочее, прочее, прочее. Вот эти все моменты. И все, что если останется, только на это будем рассчитывать относительно реализации неких завершений. Во-первых, то, что мы начали, продолжение или завершение. И если еще что-то останется, тогда будем рассматривать, что мы будем проводить.